ну что это еще один прекрасный день в англии меня попросили показать дом и вообще что происходит вокруг я не думаю что есть смысл показывать дом ничего там интересного нету мне это дом не нравится особенно внутри на самом деле по большей части у меня аллергия возникает именно из-за дома мы сейчас едем покупать мне новые подушки потому что у меня я не могу спать та кровать на которой я сплю у меня на него аллергия я не знаю насколько здесь травка мокрая и я не буду здесь долго находиться но в общем пожалуйста очень большой участок земли вообще здесь ничего нет я здесь а в августе сняла небольшой кусочек макияжа и было очень неудобно поскольку все лицо находилось тени несмотря на то что очень очень светло на улице и прямо за вот все что вы видите за забором это такой можно сказать частный лесок ну конечно не часто не частный но там очень я туда выходила может вас туда свожу там просто ну такой я в instagram выкладывала мой старый instagram несколько фотографий просто такой небольшой магический с прудиком речушкой лесок но прикольно что было бы прикольно если бы прямо где-нибудь отсюда шла дверка туда а так приходится идти за забор но я наверняка покажу сегодня 20 господи 27 что ли вчера был боксин дэй ничего не работало и мы весь день сидели дома и смотрели телевизор и на самом деле я в россии мы не смотрим телевизор потому что ну во первых он у нас ну никакой кайфа нету во вторых смотреть нечего то есть мы уже сколько года четыре не включаем телевизор только когда идет войс голос но это знаете тоже у нас такой смешной голос такое просто продолжение советского союза и да о чем я говорила а ну вот и вчера мы весь день лежали смотрели телевизор и поэтому сегодня уже двадцать седьмое все работает потихоньку открывается и мы сначала поедем в бормоз покупать подушки а потом а потом не за маленьким мы целый час даже больше ехали до магазина с подушками потом где-то оставалось минут наверное 30 и мы решили что точнее не я я ничего не решал сказали что нет все это все бесполезно то что ну как бы двадцать мое сегодня первый день когда все работает после рождества они решили что не слишком далеко потом решили поехать музей машин опять почти доехали развернулись и у поехали в лиммингтон сейчас они решили что до лиммингтона снова слишком далеко ехать большие пробки мы приехали в ньюфорест в отель но по крайней мере здесь очень красиво и очень было красиво ехать через все это я сразу представляла джейн эйр джейн остин и все эти дела здесь бы я побыла вот мой идеальный дом моя мечта жить в каком-нибудь доме где есть жить посреди леса ну желательно там где есть снег мне кажется это самое магическое что можно себе представить я не знаю зачем мы сюда приехали наверное поедим каждый раз когда мы очень долго когда я где-то нахожусь долго в пути я очень быстро хочу есть еще чипс рыба и картошка национальная традиционная 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 национальная это был очень странный обед мы за половину не платили потому что это все было то они не то принесли то слишком медленно то ощущение принесли сейчас мы поедем в лиммингтон недалеко место городе мы живем да идет дождь разумеется и я не думаю что будут вам снимать там очень абсолютно маленький городок ничего там особенного нет господи как же не люблю когда идет дождь мы приехали в лиммингтон я вам не хотел показ то что здесь ничего особенного нет что это очень маленький городок а это мой любимый магазин мебели и я наверно сейчас с него начну просто очень дробимся потому что все магазины закрываются очень рано буквально через 30 минут уже солнце нет поэтому здесь все будет очень желтым я обожаю всякие вот вот это просто наверное главную роль сыграть стены вот темные стены это просто моя мечта есть когда мне будет на квартир не если а когда и вот такие диваны ну это просто сказка на самом деле а кресло в смысле я не знаю это слишком хорошо их блокнот с собаками я не люблю собак но это слишком мило чтобы не взять смотрите какая красивая елка я получила комментариевку он кстати всего один но узнаете всегда негативный даже не то что негативный комментарий но сфига из комментарий хотя бы один на который выбивается и на который хочется ответить но блин не получается нету функции ответить. И там был комментарий, что ты же православная, как ты можешь праздновать Рождество католиков? Откуда вы знаете, что я православная? Сейчас мы идем в магазин Кошемирую вещей. Там у них распродажа, хотя у них там всегда распродажа, но это наш любимый магазин, в принципе. Называется Edinburgh Bullen Mill. Ями-ями-ями. Мне вдруг приспичило посмотреть «Секс в Большом Городе 2», именно вторую часть. Первая мне не очень нравится. Она какая-то слишком грустная. И что я вам хотела показать? Наверное, что я купила. Я приехала сюда с одной-единственной пижамой, и это даже не то, что очень, как сказать, блин, appropriate. Господи, боже мой, я ненавижу, когда вступают в разговор рунглиш, но честное слово, подходящее, приемлемое, неважно. В общем, я взяла с собой вот такой ромпер, который... Господи, боже мой. В общем, он слегка слегка вот полупрозрачный сверху. То есть он... В нем не выйдешь на завтрак. Я как бы все время в халатике в своем Free People хожу, но все равно приходится немного прикрываться, особенно у нас до сегодняшнего, до завтрашнего еще дня гости есть. Вот. Так что я решила взять пижамку, она безумно милая, в Fat Face. Вот, в планелевая. И также просто в последний момент кинула белую футболочку. Вот, просто так. И мы взяли у меня теперь еще в коллекции два кашельнировых свитера. Светло-серый и темно-синий. Просто такие два классические. Как я вам говорила, по-моему, в начале, мне нужны блиновые подушки. Мы зашли вот как раз в мой любимый магазин. Вообще это вроде как диванные подушки, но это внутри там... В чем проблема здесь? Это, во-первых, они достаточно пыльные сами по себе, а во-вторых, там перья гусиные, по-моему. Здесь этого нет, так что должно быть все окей. И вроде это все. А также вот это. У них идиотские абсолютно окна. Их нельзя приоткрыть, поэтому я использую Джейн Остин. Мама говорит, это самая скучная книга на свете. Mansfield Park. Вот. Я ее использую, чтобы проветривать комнату. Ну вот. А, еще вот последнее, что я хотела вам сказать. Это про блютак. Мне Слава про них рассказала. Если вы инстаграмер или блогер, и вам нужно фотографировать, ну, скажем, помады. И, ну, все знают, вот, кто хоть раз фотографировал помады, знают, что ничего хуже. Потому что они все время начинают кататься. Вот эти блютаки, они, как, считайте, как пластилин. И они держат на месте без... Они не приклеивают, не оставляют следов. И вот я купила три маленькие упаковки. Я очень хочу посмотреть в телевизионной комнате, потом на BBC Lounge. Выступление Тейлор Сифтам, вроде интервью тоже есть, не помню. Но когда вышел альбом 99, она, понятное дело, в Америке был пресс-тур, и здесь тоже был, в Лондоне. И очень все это мне записало. Поэтому я сейчас переоденусь, новую пижамку, сделаю себе чай, и увидимся завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok